Здравствуйте! Ну вот неделя остается до 10 сентября, до дня голосования, когда мы с вами изберем городской совет Сергея Посада. О этом этапе подготовки к выборам мы говорим сегодня с председателем территориальной избирательной комиссии Сергея Посадского района Олегом Филатовым. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Ну вот выходим на финишную прямую. Как у вас сейчас? Есть напряжение или нет напряжения в ТИКе? Ну напряжение всегда есть, но это напряжение чисто вызвано той работой, которую мы производим. А так морального давления никакого нет, поэтому постановка очень спокойная. Все члены территориальной избирательной комиссии приходят на работу улыбающиеся, и поэтому очень хорошо. Давайте все-таки напомним жителям. Мы избираем сейчас городской совет Сергея Посада, то есть это представительный орган, в нем будет 25 депутатов. По какому принципу они будут избираться? Когда у нас работает система? Система, значит, у нас работает мажоритарная система по пяти многомандатным округам. Вы, как правильно сказали, что мы должны выбрать 25 депутатов. Схема избирательных округов утверждена решением Совета депутатов в январе 2013 года. Опубликована эта схема избирательных округов в вестнике городского поселения Сергея Посад. Вся информация, которая необходима, до избирателей доведена. Численность избирателей на территории городского поселения Сергея Посад составляет 110 379 человек. И я так думаю, что вот с этим количеством избирателей мы 10 сентября пойдем и выберем достоинных кандидатов, которые будут работать на благо нашего города. Ну, вообще, хотелось бы, чтобы все 110 тысяч проголосовали, хотя мы с вами знаем, что местные выборы, если параллельно не проходят выборов более высокого уровня, областных или федеральных, как правило, показывают небольшую явку. Но, опять-таки, все от нас зависит, да, я имею в виду от избирателей, от жителей, от нашего желания участвовать в жизни города. Но давайте немножечко все-таки по процедуре голосования. Пять округов, в каждом, каждый округ должны представить пять депутатов. Что будет в бюллетенях и какие правила их оформления для жителей? Ну, бюллетени очень большие, потому что у нас, как я уже говорил на прошлой встрече, уведомили территориальную избирательную комиссию 112 человек, изъявили желание участвовать в выборах, но на сегодняшний момент осталось 97 кандидатов, которые зарегистрированы, которые получили удостоверение зарегистрированных кандидатов и которые занимаются сейчас агитационным периодом. Поэтому в каждом избирательном округе есть свой избирательный бюллетень. Достаточно большое количество кандидатов, это где-то человек 20, 21, 19 где-то есть. Избиратель, придя на избирательный участок, может поставить, чтобы бюллетень считался действительным и признан был действительным, может поставить не более пяти соответствующих галочек, крестиков, плюсиков, ну, каких-то знаков. Отметок? Отметок, да. То есть меньше пяти кандидатов он может выбрать, а больше уже бюллетень будет недействительным. Олег Анатольевич, сейчас началось досрочное голосование. Расскажите немножко о его процедуре и в чем, может быть, не знаю, все время какое-то есть опасение, когда люди голосуют досрочно. Вот что вы можете сказать, как руководитель ТИКа, о ходе досрочного голосования? Ну, досрочное голосование, как вы уже знаете, началось 30 августа и закончится оно 9 сентября. В 12 часов в помещении ТИК. Администрации города выделено специальное помещение. Это кабинет номер 129, где происходят процедуры досрочного голосования. В будние дни оно происходит с 16 до 20 часов каждый день. 9 числа в субботу оно будет происходить с 8 утра до 12 дней. Тоже в помещении в здании администрации? Да, именно в том же кабинете в здании администрации. Процедура досрочного голосования происходит только в территориальной избирательной комиссии. В участковых избирательных комиссиях досрочное голосование проводить не предусмотрено. Поэтому мы в 12 часов в субботу после окончания досрочного голосования все соответствующие документы обработаем. Пригласим председателя участковых избирательных комиссий и передадим им все соответствующие документы. Вот расскажите, что вы им передаете? А в каком виде участковые избирательные комиссии получат бюллетень человека, проголосовавшего досрочно? Первое, что мы будем им отдавать, это список избирателей того или иного избирательного участка, досрочно проголосовавшего. Это мы передаем для тех целей, чтобы они смогли 10 числа провести процедуру вычеркивания из основного списка избирателей, тех, кто проголосовали досрочно. Также мы передаем конверт, на котором стоят две подписи члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверенные печатью, заклеенные, и в нем избирательный бюллетень. Что-то еще написано на конверте? На конверте написано, на лицевой стороне написано УИК номер такой-то, 2737 предположим, а сзади просто стоят две подписи членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью. То есть никакой дополнительной информации? Никакой. Единственное, на досрочном голосовании, согласно закону, могут присутствовать кандидаты, их доверенные лица, члены территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Они вправе то же самое, ставить свою подпись на месте склейки конверта. Мы также заверяем их подпись нашей печатью. Когда эти запечатанные конверты переданы в УИК, что с ними происходит дальше? С ними происходит следующая процедура. 10 числа, в единый день голосования, перед началом голосования, перед 8 утра, участковая избирательная комиссия в присутствии наблюдателей, кандидатов, заинтересованных, кто хочет, вскрывает эти конверты, демонстрирует, достает оттуда бюллетени избирательные и бюллетени опускаются в сценарный ящик для голосования. Конверты, естественно, эти не выбрасываются, которые мы их передали, которые с печатями и с подписями наших коллег. Они потом сдаются вместе со списками избирателями, и это своего рода является как документом строгой отчетности. Все понятно. Сейчас вот уже выборная кампания завершается. Как вы можете оценить, как она прошла с точки зрения, может быть, каких-то взаимных претензий к кандидатам друг к другу, претензий к территориальной избирательной комиссии? Что-то было такое, не знаю, нестандартное? Ну вот, скажу вам, как таковых непонятных вопросов, претензий не было. Вот у нас был вопрос один, мы сами обратились в суд на отмену регистрации товарища Терентьева, это от партии КПРФ, который скрыл судимость, я уже об этом говорил. У нас были два человека, это товарищ Юсупов и товарищ Сапронов, которые подали на нас суд на отмену нашего решения об отказе в регистрации, но наш городской суд отказал им в удовлетворении их искового заявления. Потом исковое заявление было от товарища Крыжова и товарища Шульгина от партии «Яблоко» к кандидату Соломатину. Сначала они подали в городской суд, городской суд отклонил их исковое заявление, они дошли до областного суда, областной суд тоже отклонил их удовлетворение. И единственное, у нас в комиссии была одна жалоба, это на представителей партии «Яблоко», это на товарища Крыжова, на товарища Шульгина, на самодвиженца «Урбана». По факту неправильное размещение баннера с указанием своих фамилий. Этот баннер находится в районе пересечения фермы «Птицеград» возле Макдональдса. Якобы нам предоставили сведения, что этот баннер установлен незаконно, без всяких выходных данных. Как вы знаете, вся агитационная продукция сначала сдается в территориальную избирательную комиссию, мы это все регистрируем, мы это все проверяем, а только после этого разрешаем размещение. Наши юристы проверили, что этот факт подтвердился, мы направили соответствующие документы в полицию. Мы получили буквально на днях ответ, что по данному факту возбуждено дело по привлечению этих лиц к административной ответственности. В данный момент происходят проверочные действия, следственные действия, поэтому мы не можем сказать, будут они привлечены или не будут, но тем не менее мы вынуждены были отреагировать. Хорошо. Как будет организовано голосование уже 10 сентября? Все традиционно, наверное, у нас в этой части выборное законодательство не меняется, чтобы людей, я так думаю, не вводить в заблуждение. С 8 до 8, правильно? В 8 утра откроются избирательные участки по тем адресам, где они расположены. Избирательные участки у нас образованы в 2013 году сроком на 5 лет. То есть никакого движения не было? Было избирательные участки на тех же адресах, на которых они и были. Все адреса избирательных участков, согласно постановлению главы Сергея Посадского муниципального района, мы еще раз пересмотрели, мы их опубликовали. Поэтому они в свободном доступе, они опубликованы и в гасетах городских, находятся и на сайтах сайта депутатов городского поселения Сергея Посад, находятся и на информационных стендах, на официальном сайте нашей территориальной избирательной комиссии. Поэтому вопросов не возникает. Единственное, я бы порекомендовал уважаемым избирателям, что если вдруг будут возникать вопросы какие-то, то ли они не смогут найти участок, то ли они не прочитали, они могут обратиться в территориальную избирательную комиссию нашего района по телефону 549-22-67, 551-51-41, 551-51-49. Там в единый день голосования будут дежурить операторы наши, сотрудники территориальной избирательной комиссии, и они с великим удовольствием подскажут избирателям, куда надо идти. Олег Анатольевич, на оставшиеся до дня голосования буквально считанные дни, что у вас из основных задач избирательной комиссии? Какие задачи стоят? У нас 29-го числа мы получили избирательные бюллетени с подольской типографией. Все они находятся в специальной комнате под охраной. Сейчас мои сотрудники буквально с понедельника начнут эти избирательные бюллетени делить по участковым избирательным комиссиям, ну, раскладывать по количеству. 8-го числа, это будет пятница, мы пока по времени еще не определились, мы эти избирательные бюллетени раздадим уже в участковой избирательной комиссии. Это вот такой основной этап, самое главное не ошибиться в количестве, выдаваться они будут в зависимости от числа избирателей. Ну, следующая основная деятельность у нас, одна из самых легких, это проведение досрочного голосования, которое на этой неделе тоже будет длиться. Хорошо, ну что ж, нам осталось пригласить всех, наверное, на избирательные участки в воскресенье, потому что действительно для нашего города это важный этап. Спасибо, Олег Анатольевич, за беседу. Я напомню, что мы говорили с руководителем территориальной избирательной комиссии Сергея Посадского района, Олегом Филатовым, мы говорили о том, с чем они приближаются к дню голосования. Всего доброго и до встречи.